Княжна Тараканова, действительно ли она изображена на картине? Почему авиньонские девицы не из Авиньона? Зачем Репин раздел Запорожца? И кто играл в театре Кабуке? Расскажет наша специальная рубрика. Хотя Пикассо недолгое время жил в Авиньоне, его картина «Авиньонские девицы», с которой многие критики начинают отчет кубизма, не имеет отношения к этому городу. Своим названием она обязана борделю в Барселоне, на улице Де Авеньо. Именно там работали пять девушек и изображенных на картине. На знаменитой картине флавитского «Княжна Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777 года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся «Княжной Таракановой» и выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачева, умерла в заточении от чахотки двумя годами ранее. На картине Репина «Запорожцы» только один казак за столом обнажен до пояса. Дело в том, что данный персонаж – заядлый картежник. Около него как раз и лежит колода карт. Когда все, чьи играли на деньги, существовала традиция снимать рубашки, чтобы никто не мог жульничать, пряча карты в рукава. Японский театр Кабуки, где все роли, даже женские, играют мужчины, основала именно женщина. Ее звали Акуни, и она была служительницей святилища в 17 веке. Она и другие женщины исполняли тогда также все роли, в том числе и мужские. Однако вскоре руководству страны не понравилась безнравственная атмосфера, часто царившая на таких представлениях. И женщин в театре Кабуки заменили юношами, впоследствии зрелыми мужчинами. В наше время традиции уже не столь сильны, и в некоторых трупах женские роли стали снова исполнять женщины.